Ко дню победы власти курорта начали готовиться заблаговременно. Особое внимание уделяют поддержанию здоровья героев. Лазаревский район еженедельно посещает лучшие врачи курорта. Ветераны бесплатно проходят профилактический медицинский осмотр, отдыхают в санаториях курорта. Также муниципалитет выделил 11 миллионов рублей на единовременные выплаты ветеранам к 9 мая. Я принял решение о том, что каждый участник боевых действий Великой Честной войны получает 5 тысяч рублей, единоразовый платеж. Участники блокадного Ленинграда получают 3 тысячи вдовы ветеранов Великой Честной войны и участники трудового фронта по тысяче рублей. Это люди должны получить. Инициативные группы еженедельно посещают дома ветеранов Великой Отечественной, поздравляют с праздниками, узнают об их потребностях. Например, 90-летние жительницы Салахаула Наталья Игнатенко в прошлом году построили новый туалет и сделали поручни для удобства перемещения. Наталья Ивановна вспоминает, глядя на пожелтевшие фотографии, 17-летней девчонкой убежала на фронт, принимала участие в освобождении Кубани от фашистов. Накануне главного праздника из рук главы района получила юбилейную медаль «70 лет победы в Великой Отечественной войне». «Великий праздник! Дай Бог вам здоровья, что вы защищали нашу Родину, наших людей!» «Спасибо, спасибо!» «Мы ещё к вам заедем, продумаем, чем вам помочь». Побывали сотрудники администрации в гостях и у Владимира Бойко. Во время войны он был снайпером, прошагал пол Европы, встретил победу в Берлине. Ветеран рассказал о фронтовых буднях, как освобождали Рейхстаг. «Сколько там наших солдат легло? Ой, что вы! И вот меня там…» «Когда брали Рейхстагами, да?» «Да, Рейхстагами были. Я перебегал, разорвалась аж мина, меня ранило. Один погиб, и второго, понимаешь, ранило». Несмотря на преклонный возраст, многие ветераны до сих пор в строю. Занимаются военно-патриотическим воспитанием молодёжи, проводят уроки мужества с подрастающим поколением. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.